Касается вот этих тем, если их пускать на массовую аудиторию, это сложно. Знаете, почему сложно? Потому что мы все абсолютно разные. Мы все настолько разные, что вариантов, что мы вот сейчас загрузимся, у нас будет одно видение, одни картины, одни моменты какие-то, за которые можно зацепиться, чтобы они были едины для всех. Такие моменты есть, но их очень мало. А если еще учесть, что каждый идет со своим трансовым опытом, и понимаете, в чем сложность? Можно, конечно, сказать, что если ты догрузишься в тета, в дельта и так далее, и вы полностью вот в этих состояниях вообще, когда мозг отключен, а ты еще что-то пытаешься срабатывать, и что у тебя получится, так вот это будет неправда. Потому что здесь есть очень тонкая грань. Когда мы проваливаемся глубже, мы уходим в терапевтические вещи, мы уходим в свое подсознание, и мы можем решать свои психотерапевтические задачи. И нам для того, чтобы взаимодействовать с другими, надо найти золотую середину, и это альфа-ритм. И ее надо не проскочить, ее надо мало того, чтобы поймать, удержать, и еще состояние подценить под это. Тут много, но мы все это будем складывать. Самое главное, что вот этот курс, он будет проходить в другом режиме. Если там задача вскачать, то здесь найти вот эту точку, золотую середину, чтобы мы нашли в себе спокойствие и удивление, детское удивление. Такое состояние. И мы готовы принять любое проявление, которое сложится на вот эти вещи, которые мы будем делать. По сути дела, это магия. Только та магия, о которой наша магия заменена ритуаликом, мы тоже будем работать с рептивным мозгом. Только у нас будут не ритуалы, а вот на уровне бессознательного мы будем с ним работать и использовать именно рептивную часть. Я о ней буду говорить отдельно. Но у нас будут другие состояния, получается. И все, что касается... Смотрите, одна из задач – это снять вообще все возбуждение, которое у нас было на работе, на улице, еще где-то. Мы тормозим. Но вместе со снятием возбуждения нам надо как-то поднять интерес. А если учесть, что человек как таковой интересом практически очень мало управляет, я бы даже все-таки сказала, что интерес – это воля Бога только в каком-то диапазоне. Только человек из нее выделил кусочек через какие-то свои фильтры, через какие-то свои восприятия, через свой диапазон. Вот это для него интерес. Поэтому нам надо, с одной стороны, чтобы этот интерес расширить, эти фильтры, с другой стороны, снять возбуждение, родить удивление, восторг и еще позволение этому быть, потому что мы умом будем закидывать точку А и точку В, а середину мы вообще не знаем. И даже предположить, если у нас рождается предположение, то, скорее всего, проявление будет не так. Потому что это игра. Надо, чтобы было бал. Понимаете? То есть, на самом деле, очень много аспектов таких. Что мы возьмем за индикацию того, что у нас все идет хорошо, как надо? Когда работаешь в каких состояниях сознания, да, и когда ты делаешь какие-то вещи, там, магии, демоны, да, или, там, в том числе, хилинги, зачастую человек приходит, у него такое состояние, которое он держит, но при этом энергетически он успокоен сесть в машину, спокойно приехать домой, у него нету состояния помыть голову. То есть, энергия через уши не прет. В реальности, если мы действительно взаимодействовали с сознательным и с той частью энергоинформационного поля, на том уровне, где мы едины все, мы отхватываем кусок энергии вместе с информацией. Индикатором будет наше стабильное, положительное энергетическое наполнение. То есть, вот мы на это будем обращать внимание. Если мы в конце встали, после загрузки, на себя чувствуем не очень комфортно, если мы выжаты этот лимон, значит, ум нас развел. Программа ума, которая, если не догрузился до нужных частот, она альфа-ритми, она достаточно активна, да, а нам именно он нужен. Вот программа ума, она энергоемкая, у нее энергопотребление очень большое. И в таком случае, если вы, представьте, если вы вот сядете и будете там полтора часа фантазировать, вы встанете, и вы себя будете чувствовать не очень наполненно, потому что она сожрет такой нормальный кусок ресурса энергетического человека. А если вы вот именно будете взаимодействовать с этим полем и в этих состояниях, то у вас энергетическое наполнение сохранится, еще нужно добавить. То есть вот это вот надо будет отслеживать в себе. И в этом самая ключевая разница. Из самых ярких маркеров, которые говорят о том, что мы вошли в нужное состояние, и там, что будет все срабатывать, да, пока на этапе, когда сам определяешь у себя, я всегда обращаю внимание на энергетическое наполнение. После вот этих вот загрузок энергетическое наполнение остается комфортным. Вау. А если уйти еще дальше, за пределы себя, тоже будем говорить, что значит за пределы себя, потому что во внешнем мы все равно не ходим, то будет еще и наполнение, да, то есть мы еще отхватим кусок ресурса с информацией, который потом будет догонять нас сознанием, если даже мне расшифровали сейчас. Это техники влияния на все, что касается того, что мы будем делать. Я сосредоточу внимание на двух типах. То, что мы делали, я давала попробовать на первом курсе, просто попробовать и взбудоражить вот точку сборки, чтобы она задвигалась, чтобы внутри что-то заговорило, то мы будем дотренировать и энергетические техники влияния до того, чтобы сел и в автоматическом режиме сделал, чтобы не возникало вопросов, которые не знаешь, как решить, потому что там тоже есть вопросы. И техники влияния, которые будут идти с бессознательным, мы тоже их дотренируем, чтобы были понятны хотя бы какие-то алгоритмы. Начнем с самого простого, чтобы мне было просто, ну, вот в этих состояниях контролировать, кто туда пошел. Сегодня даже специально консультировалась с человеком. И антисистема. Вот это самое первое разделение. Для того, чтобы это увидеть с позиции наблюдателя, она достаточно большой ресурс на диске, да, и надо быть готовым, с какой точки заходишь. Если заходишь с высокой частотной точки, легче тогда в систему заходишь. Если с низкой частотной точки, то потом может быть симптоматика до головных болей, не можешь встать с кровати, там, херово, потому что это сразу ты смотришь, вот этот знак, да, китайский вращающийся черно-белый инь-янь, система-антисистема. Но чем это интересно к изучению? Если вы углубляетесь в какой-то серьезный вопрос, например, ну, даже те же самые изменения в законодательстве. Вы смотрите, как это отразится на работе системы-антисистемы. Вы просто так тупо прибежать накидать контрактов, и нахерячить, и не знаешь, что здесь будет, да, ну, в какой-то момент, наверное, по голове можно получить. Я не знаю от кого, но, наверное, можно. Я всегда за то, чтобы мы шли в какие-то контракты, целостно изучив, как мы повлияли. То есть у нас должно быть понимание, что этот результат, он наилучшим, наивысшим образом скажется на всех участниках игры. Что это не только нам лично надо, я творю всякую херню, да. А когда ты начинаешь углубляться, ты начинаешь видеть, что вот тогда будут такие-то изменения в эгрегородных структурах, вот так-то потечет энергия. Все равно баланс между черным и белым будет. И сегодня черное и белое меняются местами. Например, я уже приводила пример курса. Православная церковь, она конкретно катает энергию с системы в антисистему. А вот эти бизнесы, которые идут с центрами нашими торговыми, огромными, гиперами, они нормально отмывают деньги и выкачивают деньги из антисистемы в систему. То есть и назвать, что это хороший бизнес, а это плохой бизнес, это просто бизнес. Надо к этому относиться. Если мы куда-то вторгаемся и задеваем какие-то вещи, например, человек хочет внести изменения законодательства касательно строительного бизнеса, да, или там работы там с какими-то офшорными зонами или еще куда-то, не рассмотрев общую картину, я бы в контракты не лезла. То есть надо выделить время на то, чтобы сядеть в медитацию, часов на десять, на то, чтобы рассмотреть, как это будет работать и как это скажется. То есть это вещи на самом деле серьезные. Я понимаю, что у Бога сработает предохранитель, какой-то, и он вас может выкинуть, но тогда он вас может выкинуть так, что у вас уровня доступа больше никуда не будет. Вы свои вопросы решать не сможете. Но если вас туда допустили, да, и вы уже начинаете лазить, а если у вас получаются контракты, то это вас допустили, и допускаете вы себя сами, и каждый раз вы повышаете свои вибрации, вы туда идете. Я за то, чтобы человек исследовал. Перед тем, как куда-то вхерячить, чего-то поисследуйте. Любому помочь, наоборот, в определенных рамках там. Но это все будет через допуск бессознательного, да. И когда вы смотрите еще до того, как вы пришли с этим предложением бессознательным, отдельно разобраться впоследствии, да. Какой будет точка Б? Вот это важный момент на самом деле, потому что когда мы по мелочам заходим, точку Б, информацию по точке Б, мы имеем от Бога, от участников, мы ее прослушиваем. А когда мы по глобальному заходим, нам об этом никто не скажет. Глобализма там нет. Там скажет личная бессознательная персона, да, я хочу на инкарнацию. А как после этого Северная Корея будет жить? Или Южная, да? Они же тоже играют в свои игры. Никто не знает. Но это же тоже игры. И они уже есть на игровой карте. Поэтому если вы вдруг в поле вашего внимания попала персона, на которую вы решили потренироваться, а она глобального масштаба, заход с этой стороны. Это тоже... Я этот заход делала не столько, чтобы тренироваться на этих вещах, сколько мне было интересно, как это работает. Кроме того, заход в эти вещи, он полезен, знаете, чем? Рушатся границы хорошо и плохо вообще. Они не просто рушатся, они смещаются, как захочешь. То есть ты становишься абсолютно... Внутри наступает момент. Сначала ломает, да, то есть какие-то стереотипы ломаются, а потом у тебя восприятие становится... Все, что муж не сделает, все прекрасно. Все божественно прекрасно, все в гармонии, все в равновесии. Все. Мы не выходим за эти рабы. И получается, что... А дальше идешь со своей точки. Я играю в эту игру или не играю? Если я играю, значит, в любом случае спокойствие, равновесие и внимательно слушаешь сторону. А если я не играю, если мне это неинтересно, я вообще туда не лажу. Но бывает, что мне интересно без контрактов просто полазить, посмотреть, да, как это устроено, как это работает. Потому что эти все вещи необычайно красивы. Эти все вещи необычайно гармоничны. И там же вот эти все ресурсные состояния психики на оздоровление, особенно когда захочешься высокочастотных состояний, да, там всегда ресурсное состояние. Не всегда я хожу в медитацию только ради того, чтобы сделать что-то, да. Есть вещи, что ты заходишь, смотришь, но когда ты имеешь дело с этим, с высокими частотами, у тебя идет оздоровительный эффект. В любом случае, энергетическое наполнение, ресурсы. Кроме того, ты там хватаешь какую-то информацию, потом она дешифруется у тебя, и у тебя появляются новые мысли, идеи, у тебя новые какие-то связи, контакты там появляются, люди меняются, и оно как-то, ну, игра по-другому, но она все равно идет в спокойной радость, если ты туда входишь просто как наблюдать, без вот этих вещей. Глобальные вещи все равно надо смотреть эти моменты, и если корректируешь, и если все-таки решаешься на то, чтобы внести туда информацию, она туда пойдет по символной системе, то есть там разговоры не покажет. Понятно? Ну что, еще раз, бессознательно, очень важно, мы к концу дойдем до этих вопросов тоже, не все в первый день, да, очень важно, чтобы все, что вы запрашиваете, было в гармонии с вашей совестью. Это ключевое. Если у вас дисбаланс с вашей совестью, то есть вы запрашиваете, понимаете, что вы мудрите, то есть два варианта. Либо вы изменяете базовые настройки своей совести, либо вы изменяете запрос. С дисбалансом туда не ходят, с баланса там нет. Если с совестью, с совестью изменить настройки очень сложно, поверьте мне. Экспериментировала. Можно, но очень сложно. И в каком случае, вот по себе знаю, срабатывает изменение базовых настроек совести? Если вы расширяете взгляд на ситуацию. Конкретно, вот воевать с соседом – это плохо. Да? Но в рамках всего общества он обманывает товарищество, там, да, и я уже спасаю товарищество. Изменилась настройка совести? Изменилась. То есть вы находите вариант через расширение, как изменить параметр настройки совести. Потому что если вы заходите с позиции «я просто воюю с соседом», то «я делаю плохо», идет самоосуждение, контракта нормального не будет, ничего. Если вы заходите через расширение, вроде бы как механизм ваших настроек совести, там глобально вы его подкрутить не можете, он вам на жизнь дан, да? Но с глобальной позиции вы нашли вариант, что ваша совесть говорит «да-да-да, надо-надо». Представляете, какой элемент проработки всегда на расширении. Переминюшись в углу, оседян. Познакомьтесь.